Привет, друзья! Удивительное дело, я вот этот ролик хотел бы назвать самонакручиванием. Самонакручивание, что это такое? Вот смотрите, тут фоном будет идти такой момент. Я вот сегодня смотрел старый ролик свой, как мы встречались с Тулегеном. Тулеген, ну, шутку говоря, я ему говорю, что это будущий министр иностранных дел. Да, и вот я сейчас включу этот ролик, чтобы он фоном был, потому что он создаёт такое настроение. И когда смотришь этот ролик, ну, я сейчас смотрю, вот, коменты там, вот идёт ролик. Почему я его так люблю? Не только потому, что он мне помог. Почему я его так люблю? Не только потому, что он помог мне организовать выставку в ГИМО в прошлом летом. Да. Ну и вообще, потому что он будущий министр иностранных дел. И мы с таким юмором, с такой шуткой, с таким хорошим настроением так шутим. И мы говорим о таких серьёзных вещах, между прочим, в этот момент. И о терактах, и о том, как я летал на эти теракты, помогал вытаскивать оттуда детей, взрослых, из этого шока. И мы говорим о моих встречах с поэтами и с художниками большими, о моих докладах там, в Академию художеств мы там рассказываем. Ну и всё так, юмором, и ту легенду с саблей с моей. Я говорю, вот будет министром, смотрите, слушайтесь его, потому что он как раз-таки такой добрый, такой душевно-щедрый. И саблю, вот, на всякий случай. Но это шутка, и вот я смотрю, вот, вот-вот-вот, я там картины показываю, то легенду мне помогает, и мы там... О, как интересно. Я почему это делаю сейчас? Это очень важный момент, я хочу сказать о самонакручивании. Что такое самонакручивание? Вот я смотрю сейчас вот на это видео старое, и там такая в комментах душевная атмосфера, и все пишут, как хорошо, что у вас такие друзья, да, и как здорово, что такие картины многословые, многословые. И так хорошо, что вот из Украины там вам Светлана Дворник сказала, что вы такой же поэт, как Кабир. И я посмотрел в Википедию, Кабир, значит, это древнеиндийский великий поэт, философ, можете посмотреть. Мы там обо всем этом говорим. И такая атмосфера психологическая, ну, просто потрясающая. А ведь до этого момента, пока я включил вот это видео, просто случайно включил это видео, потому что мой друг Аслан Мутаев, там, я ему хотел просто видео какое-то послать, потому что он очень такой философ, Аслан Мутаев. Он мой друг давно, он постоянно помогает мне, сопровождает мои тексты философские, такой, ну, правильный акцент расставляет, чтобы тот, который что-то не понимает, легче бы понял. Аслан Мутаев, привет тебе, дорогой мой. Вот, он мой старый, да внешний друг. И вот я ему говорю, слушай, нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву, все уйдет как песок, да и хлопот потом не оберешься. Это мои афоризмы такие, да. И вот я говорю о самонакручивании. Что это такое? Почему я привожу в пример вот эту теплую беседу человеческую с юмором, такую многостороннюю, из которого само произведение получается? Потому что люди нормальные, люди нормальные. Но когда человек сталкивается с неопределенностью, у него возникает за счет самозащитных реакций, за счет инстинктов самосохранения, самонакручивания. Пока он опять не столкнется с человечностью. Да, с человечностью. Вот человек сам себя накручивает, это инстинкты самосохранения, потому что вот это самонакручивание на самом деле имеет особый такой целесообразный смысл. Он все время как-то невольно представляет себе инстинктивно возможность негативного исхода ситуации. А это сигналы для мозга, сигналы предупреждения. А человек впечатлительный по натуре, когда он неопределенностью, внушаемость растет, и поэтому сигнал, то есть светофор предупреждения для него становится установкой. И это доминанты становятся. Она начинает распространять свое влияние не только на психику, но и на весь организм. И человек так себя накручивает. Ну, стоит ему чуть-чуть заболеть. Ну, сейчас вот все боятся ковидом заболеть или еще что-то. Ну, ушиб коленку там или палец обжег там, ну, или что-то случилось. И он начинает себя накручивать. А перед важной встречей, перед важной встречей, инстинкт самосохранения предупреждает его, что может быть негативный исход ситуации, особенно значимая встреча, от чего что-то зависит в его судьбе, в его здоровье или в его карьере. И он начинает себя накручивать. Сколько у меня практики, вот тысячи людей, которым я помогаю, с которыми я дружу, которых я очень люблю как людей. И вот я все время сталкиваюсь с этой проблемой самонакручивания. Вот есть люди, которые, ну, вышли уже из стрессов, уже хорошо себя чувствуют, уже такие уверенные. И вдруг пошла весна, например, и человек немножко в аллергии захлебнулся. Допустим, он поел что-то не то, и опять у него сбой. Потому что он раз начинает себя самонакручивать, отсюда возникают и психосоматические нарушения, и всякие неврозы и так далее. Так вот, я вот этой беседой теплой с Тулегеном, посмотрите ее у меня в Ютубе на ролике, называется «Встреча с Тулегеном. Беседа не о коронавирусе». Ну, вы посмотрите, да посмотрите, какая там в комментах теплая атмосфера. Потому что люди, вокруг которых смотрели эту встречу в Ютубе, вдруг почувствовали, что они опять попали в человеческие отношения, в человеческую нормальную среду, в которой нет вот этих постоянных угроз, рисков, ситуации неопределенности, коронавидов, нормальное человеческое общение. Так вот, я там в одном комменте написал. А знаете, видимо, в этом и есть, и заключается наш главный смысл нашего сообщества, в цивилизации нашего человечества, чтобы постоянно напоминать людям, что мы человеки, что мы человеки, и создавать вокруг себя такую атмосферу психологическую, сталкиваясь с которой, в противоположность с неизвестностью, сталкиваясь с человечностью, чтобы они обретали опять себя. Да, потому что инстинкты животные, самосохранение, они как раз таки, они как раз таки, чтобы они преобладали, чтобы человек был человеком, и тогда он будет здоровым и счастливым. Поэтому и вам рекомендую, не самонакручивайтесь. И если вдруг вас что-то напугало, если вы вдруг почувствуете какую-то неуверенность перед какой-то встречей, или завтрашний днём, и начинаете, или перед ответственным выступлением. Вот у меня, например, сегодня вебинар вечером, я думаю, как же я буду говорить, как же я буду там, мне же там ждут, от меня такая ответственность, чтобы все получили результаты. И я начинаю, как любой живой человек, самонакручиваться. А потом вдруг посмотрел это видео, то легенда, дорогой мой, привет тебе, я Аслан Молтавович, привет тебе. И все друзья мои, все друзья мои, да, привет вам всех. И как только я посмотрел эту тёплую обстановку, и вам рекомендую, друзья, когда вы начинаете самонакручиваться, посмотрите что-то человеческое. И вы почувствуете себя увереннее, потому что мы человеки.